Меня зовут Валерия, мне 19 лет, я украинка. Всю свою жизнь я прожила в Киеве. Я учусь на маркетолога в университете на третьем курсе. Это очень тяжелый эмоциональный вопрос. Потому что, вспоминая то, что у тебя в Украине остались твои друзья, твои родственники, мой питомец, это очень тяжело вспоминать и очень тяжелый вопрос. Я могу на него ответить так, что 24 февраля Россия напала на Украину, начала бомбить все аэропорта и мирное население. Я была свидетелем взрывов, я видела оранжевое небо. Я видела, как летят ракеты. И это очень страшно понимать, что летит ракета, и она может попасть и в твой дом, может попасть в дом твоих знакомых, твоих друзей. Это очень страшно. Украинцы — это очень сильная нация. И с начала войны мы сказали России, что мы не дадим ни один кусочек нашей земли. И очень много моих знакомых, моих друзей пошли в тероборону. И это очень страшно, на самом-то деле, то, что молодые ребята пошли туда и не знаю, что будет. Я пробыла в Киеве до 7 марта. Мой путь в Германию был очень долгим. На 11-й день от начала войны мы с моей мамой приняли решение, что нам стоит поехать на Западную Украину. А именно была Ивана Франковская. Ивана Франковская была подругой моей мамы. Пробыв там 7 дней и видя, что ситуация никаким образом не улучшается, что Россия набирает обороты, они не только запускают ракеты на мирное население, они уже отправляют своих солдат убивать украинский народ, детей, мужчин, невинных людей. Мы приняли решение, что нам стоит ехать в Европу. В Европе, а именно в Бельгии, была родственница маминой подруги. Она жила там уже 11 лет. И мы приняли решение, что нам стоит ехать к ней. Мой путь в Бельгию был тоже очень длинным. Мы ехали туда почти двое суток. Я очень рада, что Европа на тот момент была уже способна помогать украинцам. Она сделала бесплатную дорогу, бесплатные билеты. И чтобы попасть в Бельгию, это тоже был очень долгий путь. Я проехала в четыре страны, а именно Словакию, Австрию, Германию. И на четвертой стране я уже была в Бельгии. В Бельгии мы пробыли три дня. И на третий день мы поняли, что Бельгия не особо хочет нам помогать. И нам не стоит там задерживаться. И поэтому мы приняли решение, что нам стоит возвращаться в Германию. Мне Германия очень сильно понравилась тем, что она одна из стран Европы, которая начала помогать Украине. Мне понравилась тем, что на моем пути, к счастью, мне попадались очень хорошие люди, отзывчивые, которые очень сильно мне помогали и помогают по сей день. Мне очень нравится Германия именно своими видами, своей красотой, своими горами, своими реками. И в общем, это очень красивая страна. Я думаю, не приехав сюда при таких событиях, я бы обязательно посетила бы Германию. И когда все наладится, я обязательно приеду сюда еще раз. Я хочу попросить у верующих людей помолиться за Украину, за наших ребят, которые воюют, защищают Украину, за мирных людей, которые остались на Украине, чтобы вы молились за их жизнь, за их здоровье, чтобы у них все было хорошо. Я хочу попросить у немцев, у которых есть возможность помочь гуманитарно, материально или помочь жильем, помогайте нам, пожалуйста. Украинцы – это очень гостеприимный народ. И когда все закончится, а это обязательно закончится, мы победим. Украинцы примут вас, немцев, в нашей Украине с объятиями и с улыбкой. Спасибо.